Девушки отдыхают О том, что ждет огонь в нашем регионе, как будем встречать, мы поговорим с заместителем министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики Сергеем Шелтуковым. Сергей Сильвестрович, здравствуйте. Каждый регион старается по-особенному совершенно встретить огонь. Чувашия что готовит? Чувашия станет уже 95-й точкой, где пройдет эстафета Олимпийского огня. Это будет 27 декабря. У нас обозначены промежуточные места празднования. Это эстафеты. Встречаем мы эстафету на железнодорожном вокзале. Второе место празднования – это Красная площадь. И, конечно же, финальное празднование пройдет на стадионе Олимпийский. Трасса 33 километра. По всему городу охвачены все районы города. 163 факелоносца пронесут огонь Олимпиады. В настоящее время создан оргкомитет, который работает в ежедневном режиме. Это вопросы безопасности, вопросы благоустройства города. Поэтому есть над чем работать. А какие-то особенные мероприятия будут? Я слышала, например, планируется какая-то массовая зарядка, тоже как летом, только теперь в зимних условиях. Да, предполагается администрация города Чебоксара проведение массовой зарядки на Красной площади. Это в преддверии прибытия Олимпийского огня на Красную площадь. Это завершение второго этапа эстафеты. У нас три этапа определено. Железнодорожный вокзал, спорткомплекс ЧГУ. От спорткомплекса ЧГУ до Красной площади. И от Красной площади до стадиона Олимпийский. И там предполагается, да, чтобы народ не замерз, чтобы с задором встретил Олимпийский огонь. Ну, здорово. А теперь о факелоносцах, да? Кто все-таки понесет огонь? Это будут какие-то известные спортсмены, политики? Или, может быть, простые чебоксарцы тоже смогут поучаствовать? Я уже обозначил 163 человека. В принципе, любой желающий мог стать факелоносцем. Для этого нужно было просто зарегистрироваться на сайтах партнеров Оргкомитета Сочи-2014. Это и известные спортсмены, и школьники, и люди, творческие работники. У нас есть артисты Чувашского драм-театра. Есть школьник-победитель Всероссийской Олимпиады. Предметная Олимпиада, хочу сказать. Есть, конечно же, заслуженные люди, заслуженные спортсмены, олимпийцы. Это Елена Николаева, Олимпиада Иванова. Заслуженные тренеры Михаил Павлович Кузнецов. Также у нас есть паралимпийцы Юрий Степанов, Юрий Ильин, которые уже выступали. Юрий Ильин выступал на трех паралимпийских играх. Фактически, это небольшое количество тех, которых отбирал местный Оргкомитет. Еще также хочу отметить, что по рекомендации Оргкомитета Сочи-2014, это было пожелание, чтобы туда в этот список еще вошли и руководители города, руководители республики, но это небольшое количество. Из 160 человек это не более 10 человек. А как проводился отбор все-таки среди простых чебоксарцев? То есть это должны быть спортсмены, какие-то нормативы, может быть, они сдавали? Никаких нормативов нет. В январе вот эти партнеры Оргкомитета, они объявили о проведении конкурса. И нужно было просто отправить заявку, почему я хочу быть факелоносцем. Объяснить, почему. Люблю спорт, люблю здоровый образ жизни. И Оргкомитет уже выбирал сам четыре компании, которые по своему направлению выбирали этих людей. А тоже, как уже известно, как это будет организовано? То есть в какой части маршрута они будут, например, нести простые чебоксарцы? Каждый факелоносец, он уже получил на личную почту информацию, где, на каком участке он бежит, куда он должен прибыть для получения формы, для получения инструктажа. В этом отношении Оргкомитет очень четко работает, хочу обозначить. И тем более в помощь нам приезжает авангардная бригада, авангардная команда, которая прибывает 24 числа. Еще последние, как бы, все-таки 95 раз уже, 94 раза провели к нашему приезду. Они уже будут готовы, что-то новое подскажут. В общем, работа еще предстоит с ними. А репетиции какие-то будут? Репетиции уже начаты, репетиции идут. Пока не на стадионе, а в местах. Не хочу раскрывать всех секретов, но будет и красивое шоу, световое шоу. Поэтому есть у нас изюминка и на Красной площади. Я хочу, чтобы народ пришел, посмотрел и порадовался этому Олимпийскому огню. Но вот все-таки, да, Олимпийский огонь – это не только праздник, это некоторые неудобства для города, сложности. По поводу маршрута уже известно. То есть, что перекрываться будет, как будет. Согласен, есть определенные неудобства. Маршрут, он весь, сейчас в постановлении главы города, вот с сегодняшнего дня уже информационно мы доведем до всех через средства массовой информации, через телевидение, всю информацию, где какие участки будут закрыты и когда они будут открыты. Ну, хочется, конечно же, пожелать жителям города, чтобы они восприняли это нормально. Может быть, в какой-то мере можно акцию объявить. День пешехода, день без авто в этот день. Все-таки немножко ограничения не будут. И неудобства, конечно же, мы постараемся их уменьшить, но они будут. Поэтому главное здесь уверен, что каждому жителю нужно знать, когда и во сколько куда сходить, чтобы ему было комфортно. Ну, вот опять же, чтобы можно было устроить акцию «День пешехода», чтобы люди могли куда-то сходить, да? Выходной день все-таки будет или нет? Я знаю, что этот вопрос поднимался. Да, принимается решение. Но вот рекомендовать всем работодателям объявить 27 декабря нерабочим днем. Пусть это будет праздничный день для работников и каникулярный день для школ общеобразовательных. Все-таки такой праздник раз, не знаю, может быть, раз в тысячелетие. Ну, действительно, страна не каждый год принимает Олимпиаду. Поэтому вот эти рекомендации есть, и будет вынесено соответствующее решение. После того, как огонь уйдет из Чувашии, да, у нас все-таки на память что-то останется? На память городу о проведенной эстафете останется чаша олимпийская, которая, она любезно предоставлена партнерами. Чаша будет, она зажжена на стадион Олимпийский, и она у нас останется на хранении. Спасибо большое. Я напомню о том, как будет встречать Чуваший Олимпийский огонь. Сегодня мы поговорили с заместителем министра по физической культуре, спорту и туризму Сергеем Шалтыковым. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»